Значит, сейчас мы узнаем, что нам удалось сделать за год с ассистентом. Моя личная оценка, что мы теперь с точки зрения нашей айтишной подготовки, мы готовы к тому самому масштабированию. То есть, если на нас придет тысяча студентов и 20 авторов курсов дополнительно, то мы справимся. Если надо будет все переформатировать быстро-быстро-быстро-быстро, то мы справимся. То есть, вот это, я считаю, главный результат. То есть, 30 групп айтишники не дергаются, мы их заводим без айтишников. Тысяча студентов с клубом, с мышлением письмом. Айтишники не дергаются, они занимаются своими делами. А авторы четыре раза за ночь, разные авторы одного курса делают апдейт курса, и все работает. И вот это, вообще говоря, это результат последнего года, это с моей точки зрения внешне. Вот, а дальше, ну, вот Ильшат и Андрей нам сейчас расскажут, как это выглядит изнутри. Да, всем привет. У нас ставший уже традиционный доклад про ассистент, про IT-платформу школы и что нам удалось за год достичь, сделать и наши планы. Я сначала расскажу в первой половине про, что мы сделали, и Андрей расскажет про планы. Так, ну вот, собственно, с чего Анатолий начал? С обновления курса. Да, это, наверное, было одно из таких самых больших и значимых изменений, собственно, немножко предыстории. Когда мы только запустили нашу платформу, у нас был один курс и один автор. И обновления были, ну, наверное, раз в месяц, там, чуть дальше, скажу. Ну, не, не раз в месяц, сначала, по-моему, раз в полгода, а потом... Да, раз в год, а потом раз в полгода, да? Да, потом раз в три месяца, да, и так все чаще-чаще. Вот, потом два курса, ну, и еще сегодня автор. Вот, и каждый курс, он обновлялся эти команды вручную. То есть мы брали файл Анатолия, загружали его, проводили полноценное тестирование, все проверяли и только потом отдавали. Вот, в итоге, там, ну, если вот прям все хорошо проходило, могли там за, ну, за день, да, сделать. Если были какие-то задержки, там, может, за два. Дальше у нас там как-то все улучшалось-лучшалось. Мы там шли в сторону того, чтобы авторам было проще. Вот, в прошлом году на конференции показали вот этот скриншотик, я его прям оттуда же взял. То есть это первая версия такого кабинета автора, где автор смог сам полноценно без участия IT-команды все это обновлять. Еще и метафора кабинета. Да. Самая древняя вебовская метафора у нас еще живет, мы ее не можем искоренить. Да, это как Сирен сказал в самом начале, мы вот эти кабинеты пока еще называем кабинетами, да, но сейчас как-нибудь... От программы Госуслуг как бы мы не можем избавиться. Да, вот. И, собственно, значит, как я сказал, запустились в прошлом году, показали на конференции, и за этот год было огромное количество доработок, которые вроде как визуально и снаружи не видны. Вот, там, в частности, очень много производительности было сделано по пользовательскому опыту, чтобы было понятно, например, когда курс долго обновляется, что не зависло и не надо обновлять страницу, да, что прогресс идет. Вот, там было несколько итераций улучшений, вот, кто обновлялся, но в версии все знают, что вот есть там отметки о прохождении, вот, и было достаточно много там первовремя запросов, что обновился, а отметки не унаследовались. Вот, там или наоборот, изменений в курсе было не слишком много, почему отметки сбросились. Вот, здесь тоже была большая работа сделана. Теперь, ну, судя по тому, как обновление у студентов, вроде как стало гораздо лучше. Ну, про исправление парсеров, про исправление багов, ну, это само собой. Да, вот, и при этом все еще есть куда улучшать, да, у нас есть определенные моменты, вот, которые мы понимаем, что надо делать. Дальше. Ну, собственно, здесь вот, тоже Патерян в самом начале сказал, Ну, что, поехал, сейчас, вот так вот. Это то, как часто обновлялись у нас курсы. И здесь даже, ну, просто иначе в график не поместился, здесь даже вот видно, что там в январе 20-го года, а потом в июле 20-го года, то есть это как-то. Это не каждый месяц обновления были, а просто месяца, где не было обновления, здесь они пустыми не отмечены. Вот, ну, видно было, что там, ну, один максимум, там, два раза, три, может быть, а в месяц стоит, видимо, какие-то пробные загрузки были. И вот с 23-го года, когда запустились уже функционально, вот видно прям, какой рост, да. И, да, здесь, в принципе, IT-команда в процессе обновления спит спокойно. Даже не знаем. Иногда даже не знаем, да, вот, сами удивляемся. Ну, бывает, опять же, момент, но они в вшатном режиме проходят, что там все это время. Так, дальше. Ну, не забываем и про наших администраторов учебных потоков, да, и про управление конфигурацией в административных кейсах. И, в частности, там, за этот год мы обновили интерфейс кабинета для администратора, вот, и теперь администраторы, они могут, в том числе, даже с мобильных устройств управлять конфигурации учебных потоков, контрагентов наших. Вот, это оказалось важным. Мы заселились сегодня на очень радостном. Да, я помню момент, когда Юля идет под снегом в занятия, и говорит, а вот сейчас я набираю новую группу. Говорит, она прямо на крючку. Мы в столовую шли в занятия, да. И это был вот тот самый момент. Да, оказалось, да, мобильная версия достаточно важная. Причем под снег идет, она там, мокрый телефон тыкает и говорит, вот сейчас идет выбор новых групп, и вот в таких условиях и работаем. Да, потому что администраторы не всегда у компьютера, вот, а срочные вопросы, оплаты, там, добавление людей в группы, они полетают всегда и, как бы, в телефонах сделать, можно даже в снег и в классе дофора, да. Ну, и там тоже, конечно, есть куда еще улучшать. Вот, мы тоже будем работать. Следующее, тоже одно из грандиозных изменений, которое у нас было, это наш клуб. В общем, у нас, кто помнит, раньше был блог на движке WordPress. Вот, мы его перевели на современный движок Discourse. Вот, кто, опять же, пользовался, зная, да, что там, чтобы зарегистрироваться, надо было очень, очень сильно постараться. Вот, мы даже приходили к тому же, когда группы новую формировали, регистрировали участников заранее, скидывали им там, влечек пароли. Вот, сейчас все, проблемы нет, все интегрировано с ассистом, все учетные записи, как они интегрированы между собой, мы всегда знаем, что этот человек, который вошел в клуб, это вот наш какой-то там студент, да, и он в этой группе. Развиваем теперь с помощью нашего клуба функцию для мышления письмо. Вот, как Цирент рассказал про свой экзокортекс, да, про заметки, про вот эти все вещи, это вот, собственно, у нас в клубе можно делать, да. То есть, будет желающим, может зайти в раздел профиль, и там такая кнопочка, там, активировать свой экзокортекс. И будут доступны функции, связанные с экзокортексом. Заметки, посты, черновики и так далее. Вот, и сделали витрину в самом ассистомите. Теперь там просто в таком более удобном виде можно смотреть свои посты, свои комментарии, там, ленту, свои черновики и так далее. Ну, подключили телеграм-бот для заметок. То есть, опять же, Цирент говорил про то, что иногда было делать заметки, и, собственно, через это бот. Так, ну, теперь, за счет того, что мы плотно интегрированы с клубом, мы можем все действия, которые студенты там совершают, учитывать в общей статистике. И отсюда уже можем, как бы, выдавать награды, показывать эти действия в календаре активности, там, эти действия повышают рейтинг студентов в общем, в общем рейтинге и так далее. Так, и AI-помощник. Он у нас обучен на текстах курсов школы. Вот, в прошлом году его тоже анонсировали, но он был как отдельный сервис. Сейчас мы его встроили. Вон, он у нас находится в разделе поиск, и в любом нибоксе панелька, которая выезжает, когда на кнопочку с волшебной палочкой нажимаешь, которая везде в ассистенте. И уже можно нормально пользоваться. Вот, ну, есть еще куда улучшать. Вот, там есть проблемы с UX, есть проблемы с управлением конфигурации. Ну, про это Дарит чуть-чуть расскажет. Это мы тоже будем в этом году дорабатывать. Так, ну и, наверное, здесь и туда-то. Коротенько, про другое. Вот, у нас в начале года отвалилась оплата иностранными картами. Вот, ее установили. Установили, как бы, вполне себе фундаментально и надежно. То есть теперь, как бы, мы не боимся никаких вещей, связанных с политической обстановкой, потому что мы сделали это нормально через нормальную подтвержденность системы. Сделали реферальную программу для амбассадоров, полнотекстовый поиск по всем курсам, несколько новых видов наград, в том числе новые награды, они связаны с мышлением письмом в клубе. И куча доработок, которые не видны, не вооруженным взглядом, вот, ну, они важны. Еще у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем все новшества в нашем подходе. Поэтому подписывайтесь. Там не так много постов, вот, ну, бывают очень интересные. Так, дальше я передаю слово Андрею. Андрей расскажет про план. Андрей, ты здесь? Да, у меня там. Алло, я. Да, тебя слышно. Спасибо, Леон. Ну, я быстренько, быстренько, приду к вашим основным нашим ближайшим планам. Сильно углубляться не буду. Я думаю, что в сфере сами увидите все на проде. Ну, и, соответственно, Илья в следующем году расскажет уже через год, что удалось сделать. Давайте, пожалуйста, следующий слайд. Итак, как уже ранее говорилось, основной упор мы сейчас делаем на масштабирование. Причем, в первую очередь, это даже не столько масштабирование бизнеса, сколько распространение наших идей за так называемое посвящение. И было принято решение, что в рамках этой деятельности мы решили открыть доступ для всех наших курсов без регистрации, точнее, только к текстовым материалам без регистрации. Это позволяет делиться с коллегами, ссылаться на материалы курса в своих публичных постах или в своих заметках, обсуждать и тем самым уменьшать вот эту сложность для того, чтобы ознакомиться с идеями школы. Кроме этого, мы запускаем автоматизированный конвейер по переводу курсов на разные языки. Чуть позже еще расскажу про это. Мы приняли несколько архитектурных решений, в части которых переход на статический генератор сайтов под названием VitaPress. Сейчас я тоже чуть более подробно расскажу про это. Следующий пророкс, слайд. Да, значит, основная проблема заключается в том, что многие потенциальные студенты отваливаются на этапе регистрации. На самом деле, это достаточно сложно. Там можно сгенерировать пароль, открыть генератор пароля, создать новую. Ну, короче, сложно. И поэтому мы решили сделать первый шаг – это вынести функции ознакомления с материалами курсов на этап до регистрации. Второй шаг – это так называемая упрощенная регистрация, к которой мы долго готовимся. Но я думаю, что вскоре она увидит свет. Здесь мы уходим от сложной формы регистрации, оставляем только небольшую, ненавязчивую форму с предложением ввести электронную почту, присылаем на почту одноразовый код и спрашиваем пользователя этот код, как это, например, работает в Notion. И, соответственно, потенциальный студент, если он попал к нам по посылке из поисковой системы или посылке от коллеги, он может почитать, заинтересоваться. Достаточно быстро стать нашим контрагентом введя свой e-mail. После того, как он авторизуется, мы ему предложим выполнить некоторые упражнения. Если у него продолжат интерес сохраняться, то мы у него также ненавязчиво спросим данные карточки и спишем у него деньги. И как бы он станет нашим полноценным клиентом. Следующий слайд, пожалуйста. Да, автоматический перевод текстов, курсов и упражнений. На самом деле, конечно, никакого просвещения не получится до тех пор, пока наши идеи, они записаны на одном языке, еще не самым популярным. Поэтому это очень важно решить. Мы давно про это говорим. Пробовали разные подходы, пробовали строить ручные и полуручные и привлекали с привлечением волонтеров конвейеры и даже как-то сами пробовали переводить. Но получалось не очень хорошо. Основная проблема здесь в том, что курсы меняются и меняются, как сказал ранее, мешают постоянно и очень часто. Ну, за этим очень сложно отслеживать вручную. Поэтому мы решили это автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. конвейер этот будет работать следующим образом. Первым этапом мы берем онтику курсов и переводим ее на разные языки. И на самом деле здесь это самое сложное, потому что нужно как-то так перевести и при этом не сломать референцию к тем объектам, к которым мы хотим. Потому что иначе у студентов все в голове перемешается, развалится, разломается и будет ну может быть не хуже, но пользы будет мало. Поэтому мы взяли чат GPT, лэндчейн, составили небольшой промпт в формате переведи пожалуйста текст, а вот эти слова переводи так, как указано. И этот промпт мы применили к каждому разделу курса, то что получилось опубликовали и на сайте assistant.com можете посмотреть что получилось. Качество конечно сейчас пока плохое, но мы делаем упор на то, что когда качество искусственного интеллекта повысится, у нас повысится все скажем так само, то есть на шканбе уже год работать, но сильно зависит от качества искусственного интеллекта. Следующий слайд пожалуйста. для того, чтобы можно было автоматизировать практики работы с текстами, нужно, чтобы эти тексты были в формате, с которым могут работать машины. мы обратили внимание, что практики работы с текстами курсов очень сильно схожи с практиками работы с программным годом, ну и решили какие-то практики оттуда подзаимствовать на этом слайде приведены. Следующий пожалуйста слайд. Да, ай помощник. На искусственный интеллект мы возлагаем достаточно большие надежды в поддержке учебного процесса. Уже сейчас искусственный интеллект помогает студентам ориентироваться в материале, искать нужные разделы, писать посты. Но есть проблемы в частности плохо работает с типами и поэтому сложно давать ну в общем самом деле сложно и доверять ответам и он бывает врет ошибается часто. здесь как бы вариант два. Либо мы берем более дорогой интеллект и надеемся что там с типами лучше. Либо добавляем какие-то дополнительные шаги обработки что соответственно увеличивать и время ответа и увеличивать стоимость. Здесь пока ведутся дискуссии как это лучше сделать. Также мы хотим сделать режим диалога а не просто ответ на вопросы и спустить ботов телеграме. Пожалуйста следующий слайд. Также у нас достаточно очень много маркетинговых штук которые нам нужно поддержать. На самом деле это очень важно. один из ближайших планов это внедрение open source инструмента post hoc который может делать очень покрывает достаточно большое количество потребностей маркетинга команды маркетинга. И также мы делаем систему уведомлений которые позволяют ссылать новости какие-то важные сообщения рекомендации по продвижению по учебной программе ну и так далее. Следующий пожалуйста слайд. Есть у нас гипотеза которая заключается в том что результат обучения очень сильно зависит от количества инвестированного времени в это обучение. Ну и естественно при условии что обучение оно ну то есть качественно инвестированное время. И поэтому мы приняли решение взять специальную библиотеку и начать читать сколько каждый студент тратит на работу с каждым разделом курса. Сколько он времени читает, сколько времени выполняет упражнения, пишет и так далее. И результаты этих замеров мы визуализируем в виде графика будем отображать в интерфейсах студента, преподавателя и автора курса. Автором курса это поможет найти какие-то возможно сложные и непроходимые места, на которых студенты надолго застревают и как-то что с этим сделать. Преподавателям это поможет отслеживать прогресс прохождения студентами группы, ну а студентам поставить собратность. включены. Пожалуйста, следующий слайд. Также мы хотим сделать умную ленту, которая будет предлагать подбор постов из клуба и скорее всего не только из клуба и будет учитывать предыдущую активность студента, его интересы, квалификацию, на основе квалификации будет подбираться сложность того материала, который будет предлагаться студенту для ознакомления. конечно, это все равно основное обучение и будем оптимизировать показатели обучения и следить за тем, чтобы не падали, а как минимум росли. Дальше, пожалуйста. бот для помощи студентам будет помогать студентам, абитуриентам отвечать на часто задаваемые вопросы, помогать с расписанием, помогать с какими-то организационными моментами, тем самым мы надеемся, что мы сильно разгрузим саппорт и тоже все будут довольны. Следующий, пожалуйста. Также мы хотим запустить кабинет преподавателя, который позволит преподавателю отслеживать прогресс студентов и прогресс студентов той группы, в которой он является преподавателем. Проверять упражнения. Здесь основная сложность заключается в том, что человек, который является преподавателем на одних потоках, он может быть афором других курсов и одновременно он может быть студентом на третьих курсах и заходя немножко забегая вперед, наверное, можно сказать, что он и человеком может не являться, может являться роботом. И поэтому как-то нужно нам это все определить, как архитектурно работа с ролями и так далее. Здесь тоже архитектурное решение у нас есть, внедряются и будем надеяться, что они не приведут нас архитектурный тупик. Идем дальше. Следующий слайд. что мы делаем это сервис моделирования. Сервис моделирования на самом деле поскольку аэссистент является инструментом, то есть является универсальным моделем, но функции модели там реализованы плохо. Это как GMAX текстовый редактор, который реализован плохо. Мы будем это исправить и для этого мы внедряем такую штуку как NoCodeDB. Это инструмент из класса кода Notion, но open-sorting, который можно развернуть у себя и полностью владеть всеми данными. Собственно, это позволит и автору курса верстать упражнения в удобном интерфейсе и студенту позволит во-первых он сможет поделиться с своим прохождением со своими коллегами. Он может например с коллегами и проходить курс коллективно. Это как раз то, что выше говорилось, но как раз очень хорошо ложится в эту парадигму. Следующий пожалуйста слайд. еще не засвечивалось. Экзокортекс. Мы делаем коллективный экзокортекс на базе клуба. Здесь мы решаем проблему синхронизации персонального коллективного экзокортекса. среди хитиктурных проблем у нас безопасность и сохранность данных. Здесь тоже мы принимаем некоторые решения. Подробнее я наверное здесь не буду останавливаться если у кого-то есть вопрос обсудим более детально. Следующий слайд. У меня на этом все. Единственное что хотел бы я сказать что мы всегда готовы к новым кадрам. Как видите планов очень много. Работа много, ресурсов мало. Поэтому если есть заинтересованность контакт и водка. то пианирую подпишись в кем подпишись кем подпишись